США наземная система не нарушает положение ДРСМД. Американская наземная система противоракетной обороны ИДЖИС полностью соответствует положениям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет Томагавк. Об этом заявили в американском представительстве при НАТО. Система противоракетной обороны Наземного базирования полностью соответствует обязательствам США по договору. Система способна запускать только оборонительные ракеты-перехватчики, такие как СМ-3, а они не подпадают под действие договора, заявили в постпредстве. Как пояснили американские военные, наземная система ИДЖИС не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования, поскольку у системы отсутствует необходимая инфраструктура и программное обеспечение, необходимое для запуска наступательных ракет. Хотя система ИДЖИС использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска МК-41, установленная на кораблях, она не является такой же пусковой установкой, как МК-41 пояснили в представительстве. Также в Вашингтоне утверждают, что использование ими ракет-мишеней, имеющих характеристики ракет средней и меньшей дальности, при испытании про также не нарушает ДРСМД, так как они используются в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях, не связанных с самой системой ракеты-носителя. Также не подпадают под действие договора и БПЛ, так как в договоре ничего не сказано об ограничении на испытание, производство или владение многоразовыми боевыми БПЛ. В США убеждены, что термин «ракета», используемый в договоре, применяется только к системам, действующим в одном направлении. Ранее российская Минобороны предложила США вернуться к договору путем уничтожения наземных универсальных пусковых установок МК-41, ракет-мишеней и ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под термин «крылатая ракета» наземного базирования.